что такое рак и как он возникает в организме рак это заболевание которое вызывается мутации клеток раковые клетки отличаются от здоровых тем что у них неправильно работает клеточный цикл здоровая клетка имеет несколько этапов цикла деление рост созревание старение и отмирание раковые клетки также делятся только с большей скоростью кроме этого они могут не умирать образуя скопление или опухоли они могут образовываться в организме любого человека но большую роль играет общее состояние организма и иммунитета так как от этого зависит сможет ли организм самостоятельно побороть развитие болезни как возникает рак как уже было сказано выше рак это не что иное как сбой в работе клеточного строения каждая клетка организма имеет лимит хефлика это определенное количество делений которые может сделать клетка после чего она отмирает из-за определенного ряда причин клетка может утратить данное ограничение поэтому она начинает беспорядочно делиться и не погибает что касается деление то на него тратится определенное количество энергии а если деление идет постоянно то затрачивается больше энергии из-за этого клетка перестает выполнять функции которые изначально ей отводились и становится раковой раковые заболевания по-другому называют злокачественными опухолями их отличие от доброкачественных состоит в том что первые хоть и теряют лимит хефлика не перестает выполнять свои функции и не меняют строение а в злокачественных опухолях клетки меняются по строению и степени своего развития из-за этого они могут прорастать в другие органы выделяют три стадии рака своем развитии раковое заболевание проходит три стадии инициация промоция и прогрессия этот процесс напоминает выращивание газона инициацию можно сравнить с посадкой семян в почву промоцию с началом роста травы а прогрессию с периодом когда рост травы полностью выходит из под контроля и зарастают все дорожки в саду что же это за процесс вызывающий успешную посадку семян в почву то есть создающие клетки предрасположенные к раку химические вещества инициирующие этот процесс называются канцерогенами это чаще всего побочные продукты промышленных процессов канцерогены вызывают генетическую трансформацию или мутацию нормальных клеток в предрасположенные к раку мутация ведет к изменению генов клетки воздействие на ее днк вся стадия инициации может произойти в течение очень короткого времени даже нескольких минут химическое вещество канцероген всасываясь в кровь транспортируется к клеткам переходя в состояние активно действующего вещества она прикрепляется к днк и передается дочерним клеткам когда сформированы новые дочерние клетки первая стадия завершилась после проникновения в клетки большинство канцерогенов не запускают процесс рака сначала они должны превратиться в более активные вещества с помощью играющих важнейшую роль ферментов фермент это сложные белковые соединения затем эти канцерогенные вещества плотно прикрепляются к днк клетки и формируют комплексы канцерогенных днк или аддукты если аддукты канцерогенных днк не будут восстановлены или выведены из организма то они могут потенциально вызывать сбой в генетическом функционировании клетки однако природа мудра эти аддукты могут быть возвращены в нормальное состояние и в большинстве случаев это происходит довольно быстро на этом этапе нашей аналогии с газоном семена были засеяны в почву и готовы прорасти инициация завершилась вторая стадия роста называется промоцией подобно семенам готовым дать побеги и превратиться в зеленый газон вновь возникшие клетки предрасположенные к раку готовы расти и размножаться до тех пор пока не превратятся в заметную раковую опухоль очень важно понять эта стадия продолжается гораздо дольше чем инициация у людей до нескольких лет течение этого срока вновь образованная группа клеток размножается и становится все больше и больше пока не сформируется клинически заметная опухоль то есть пока не появятся боли пока не появятся симптомы однако подобно посеянным в родившиеся раковые клетки не начнут расти и размножаться если для этого не будут нужных условий семенам в почве например требуется определенное количество воды солнечного света и других питательных веществ прежде чем они превратятся в полноценный газон если один из этих факторов отсутствует или присутствует в недостаточном количестве семена не прорастут в случае его нехватки уже после начала прорастания молодые ростки заснут в ожидании дальнейшего снабжения необходимыми элементами и это одна из важнейших характеристик стадии промоции промоция обратима все зависит от того обеспеченные раковым клеткам на раннем этапе необходимые условия для роста именно тогда очень нужны определенные особенности питания одни элементы питания называемые стимуляторами способствуют росту раковой опухоли другие анти стимуляторы замедляют развитие рака он развивается когда в питании присутствует больше стимуляторов чем анти стимуляторов когда же преобладают анти стимуляторы развитие рака замедляется или останавливается этот процесс может идти в обоих направлениях третья стадия прогрессия наступает когда начинается прогрессирующий рост группы сформировавшихся раковых клеток вплоть до летального исхода это напоминает заросшую лужайку когда трава проникла повсюду сад на все дорожки и тропинки точно также формировавшаяся раковая опухоль может переместиться из своего первоначального месторасположения в организме и затронуть соседние или отдаленные ткани когда раковая опухоль осуществляет эти смертоносные завоевания она называется злокачественной когда она покидает первоначальное место расположения и блуждает по телу то говорят об образовании метастазов это финальная стадия рака приводит к смерти основные причины рака пищевые канцерогены организм человека в конечном итоге образуется из того что он ест как показывает статистика более чем в третий случаев причины появления рака связаны с неправильным питанием поэтому возможные причины возникновения онкозаболеваний ученые называют воздействие канцерогенов которые попадают в организм человека с пищей во многих привычных для нас пищевых продуктах содержатся вещества которые при несбалансированном или неумеренном потреблении могут привести к заболеванию к ним прежде всего относятся простые углеводы и трансжиры исследования показывают что очень много канцерогенов содержится в пережаренной пище поэтому лучшим способом приготовления пищи является варка или запекание есть также данные что пища которую отличает переизбыток белков более 20 процентов способствует развитию заболеваний поэтому следует придерживаться сбалансированной диеты с достаточным количеством растительной пищи овощей и фруктов еще один доказанный пищевой канцероген это бензопирен который содержится в продуктах подвергшихся копчению поэтому подобные продукты рекомендуется исключить из рациона и свести их потребление к минимуму следует отметить что далеко не все вещества которые принято считать опасными в плане канцерогенности на самом деле являются таковыми например не существует научно подтвержденных данных о канцерогенных свойствах продуктах за кмова то же самое можно сказать и о глутамате натрия который широко применяется в восточной кухне тем не менее глутамат натрия как чрезвычайно сильная приправа нередко используется для скрытия от потребителя многих действительно вредных для здоровья веществ в том числе и канцерогенов генетическая предрасположенность далеко не всегда причина развития рака связана с неправильным образом жизни ко второй причине по которой возможно развитие онкозаболеваний ученые относят наследственную или врожденную предрасположенность а также различные мутации тем не менее не стоит преувеличивать влияние генетической предрасположенности ведь как показывают статистические данные она ответственна лишь за возникновение 10 процентов заболеваний вирус за все имеющиеся историю онкозаболеваний было выявлено немало случаев когда причиной заболевания раком были обычные вирусы так было установлено что инфицированность вирусом папилломы может стать причиной рака шейки матки люди зараженные т-лимфотропным вирусом могут быть подвержены заболеванию редкой и агрессивной формы лейкоза развитие первичного рака печени может быть связано с инфицированием хроническим гепатитом различных форм b или c некоторые вирусы могут стать причиной онкологической болезни желудка в целом вирусы отвечают примерно за каждый десятый случай возникновения рака вредные привычки алкоголь и курение многочисленные исследования показывают что онкология и табакокурение имеют четко установленную связь это прежде всего касается рака легких но не только его курильщик имеет большой риск возникновения опухоли пищевода глотки и полости рта и некоторых других органов курение является одним из наиболее серьезных факторов плане своего вклада онкологическую зависимость примерно каждая пятая смерть от рака имеет прямую связь с употреблением табака причем опасности подвергаются не только курящие но и те кто находится рядом с ними и вынужден вдыхать табачный дым неумеренный прием алкоголя тоже является частой причиной появления онкологии крепкие напитки подвергают организм повышенному риску возникновения проблем с печенью и органами пищеварения негативное влияние окружающей среды у рака есть и такая причина возникновения как воздействие канцерогенов из окружающей среды к онкогенным факторам относятся многие химические вещества которые можно встретить современной цивилизации и воздействие радиации вещества небезопасные в данном плане окружают нас повсюду к ним можно отнести многие продукты бытовой химии асбест некоторые пластмассы выхлопных газах автомобилей также немало канцерогенов промышленные загрязнения содержащие бензол формальдегид диоксины добавляют свою лепту в список канцерогенных угроз что касается радиации то многие считают что опасность представляют лишь атомные электростанции однако на самом деле это не так радиация окружает нас повсюду ведь даже стены домов содержат радиоактивные вещества опасно и солнечное излучение которое содержит ультрафиолетовые лучи способные никотина воздействовать на кожу при этом надо упомянуть что многие люди опасаются медицинских обследований с использованием рентгена но на самом деле доза излучения получаемая при них если не проводить их ежедневно чрезвычайно мала и может быть серьезным фактором риска депрессия также стоит упомянуть и о связи между психическим состоянием и развитием онкологических заболеваний настоящему времени большинство ученых сходится во мнении что стресс затеневшаяся депрессия могут быть причиной возникновения онкологических заболеваний стресс не влияет на опухолевое образование напрямую но в чрезмерных количествах он способен значительно подавить иммунитет что может подорвать противоопухолевую защиту все дело в том что при стрессе эндокринные железы выделяют гормоны которые могут подавить защиту иммунной системы в частности стресс воздействует на такие клетки иммунной системы как нейтрофилы макрофаги специализированные защитники нашего организма от опухолевых образований именно поэтому при онкологических заболеваниях необходимо контролировать и не поддаваться различным обстоятельствам которые могут спровоцировать очередной приступ стресса в современном мире стало достаточно нелегко обойти стороной такое серьезное заболевание как рак я надеюсь что послушав этот вебинар вы узнали основные причины возникновения рака и вы будете заботиться о состоянии собственного здоровья и здоровья окружающих вас людей этим конечно не избавиться от заболевания можно снизить вероятность его развития спасибо